всем привет это экспресс обзор видеокарт тех брендов которые не пользуются популярностью или про них вообще мало кто знает но не рассказать про них я просто не мог пойдем по алфавиту и начнем с компании biostar некогда известный производитель компьютерных комплектующих про которого уже многие успели забыть а другие просто не знают конкретно для десятого семейства geforce компания biostar вообще никак не напряглась и продает только видеокарты founders edition под своим брендом следующая компания colorful буду как всегда честен с вами я уж 15 лет занимаюсь компьютерным железом и ни разу не держал в руках ни одной видеокарты или материнки от этой компании хотя самой фирме я знаю уже давно а все дело в том что данная фирма продает свою продукцию на китайском рынке и очень редко встречается где-то еще виду вышесказанного я мало что могу сказать про качество данной продукции для протокола скажу следующее первое позиционируется как бренд выпускающий высокопроизводительные решения такой себе китайский asus второе на десятого семейства geforce компания сделала десятифазовую видеокарту третье видеокарты имеют массивный радиатор с тремя тепловыми трубками который покрывает все основные элементы правда качество полировки теплосъемной подложки оставляет желать лучшего и четвертое видео карты имеют заводской разгон дальше у нас видеокарты от mtec и максун по внешнему виду сразу понятно что это чистой воды полит а про полит у меня есть отдельные видео кто не смотрел рекомендую дальше по списку видеокарты от компании гелакс она же в прошлом galaxy она же для европейского рынка kf и 2 эти видеокарты не популярны но известны своей эверклокерской серии hof которая в десятом семействе geforce очень удачная опираясь на результаты тестирования производительности которых к сожалению немного можно смело утверждать что видеокарты galaxy gtx 1080 hof делят первенство с видеокартой zotec gtx 1080 а mp extreme в целом видеокарты красивые надежные и производительные рекомендую следующий бренд а точнее бренды это leotec manley и pny когда-то их продукция была широко представлена в снг но из-за плохой поддержки локальными представителями компаниям пришлось отказаться от сотрудничества я бы не сказал что данная продукция отличалась высоким качеством но зато она была очень доступной конкретно в случае с десятым семейством geforce все просто референсные видеокарты с натянутыми на них фирменными системами охлаждения информацию про качество исполнения и эффективность охлаждения этих систем я не нашел так что рекомендовать или не рекомендовать эти видеокарты я не могу следующее видео будет финальным в этой серии в нем я постараюсь выделить все плюсы и минусы конкретных видеокарт и на основе этого составить адекватный рейтинг на этом у меня все всем спасибо